В стране за последнюю неделю цена на муку выросла в 13 регионах, в том числе и в Кустанайской области. Причина, как отмечают специалисты, стоимость зерна нового урожая. Средняя цена тонны пшеницы третьего класса доходит до 170 тысяч тенге, но и его в регионе немного. 80% зерна, поступающего на элеваторы пятого класса. Его стоимость 50 тысяч тенге за тонну, но муку из него уже не сделаешь. Кустанайский мелькомбинат пока пшеницу нового урожая не приобретал. Используют старые запасы, но и здесь уже задумывается о том, что будет дальше. В период лета мы закупили хорошую партию пшеницы, хорошего качества. Она нам должна хватить, по крайней мере, на осень. Но сейчас мы мельницу не останавливаем, потому что спрос появился на муку. Соответственно, если наша пшеница закончится, то, что мы закупили, нам придется покупать по рыночной стоимости. Соответственно, возможно, придется немножко поднять цены на муку. Небольшая пекарня Евгения Яковенко тоже цены на хлеб не поднимает. Мужчина говорит, что стоимость для магазинов осталась прежней. Вручает продажи выпечки из добы, которая пока покрывает расходы. Ведь если недавно они покупали муку за 175 тенге за килограмм, то сейчас на 83 тенге больше. За последние где-то полторы недели рост цены составил, он был как бы двумя этапами, 83 тенге за последние полторы недели. Отсюда, соответственно, делается вывод, что и хлеб может подорожать. Но, как правило, это больше создается такая паника, потому что есть те мукомолы, которые цены не поднимали. Ну, благо сейчас очень много, кто занимается мукомольным производством. Всегда есть выбор, чтобы для конечного потребителя цена на хлеб не вырастала. Владелец пекарни отмечает, что они пока не паникуют. Уборочная кампания в регионах еще не завершена, значит, и ситуация может измениться. В настоящее время мука высшего сорта в магазинах стоит около 200 тенге за килограмм, а мука первого сорта от 150 до 170 тенге. По данным Бюро национальной статистики, с 26 сентября по 3 октября рост цен на муку первого сорта составил 2%. Это пока максимальные темпы с середины мая 2022 года. Хамза Нурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.